итак мы продолжаем создавать с вами школьные принадлежности синими 4d но открыли почему-то adobe illustrator все правильно ребята дело в том что я собираюсь сделать линейку прозрачную такую для этого мне надо здесь сейчас сделать эти самые деления так делать мы будем просто возьмем сейчас такой вот так черно нам надо вот такую линейку скажем что у нас допустим 2 смотрю нормально это будет 2 может быть чуть поменьше полтора скажем так полтора полтора ну и теперь на 1 миллиметр отодвинем вот так зальется еще раз я думаю это будет равно одному миллиметру контрол д и и пошли делать нажимаем контрол д контрол д контрол д пока не надоест нам надо 15 сантиметров линейку небольшую так я думаю хватит так теперь мы это дело все выделяем чуть поменьше немного сделано ну и теперь каждую десятую линию поднять контрол д вот на такое расстояние раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять еще раз подняли так и теперь сделаем цифр Я где-то нашел линейки, с какой стороны циферки. Она вообще перевернута должна быть. Давайте мы ее перевернем. Коль на то пошло. Трансформировать. Циркальное отражение. Ок. Это оно? Ну нет, конечно. Трансформировать. Что нам надо? Поворот. Какой поворот? Мы сейчас возьмем и вот так передвинем. И не будем пользоваться там всякими приспособлами. Вот так вот сюда сделаем. Хорошо. Ну и тут уже вот здесь у нас будет ноль. Давайте сделаем ноль. Ну, как раз. Чуть-чуть может быть побольше. А, это не то. Так, где у нас? А, вот 12 пикселей. А я думал, что что-то ноль где быть. Вот так. Хорошо. Теперь сдвигаем. Прямо вот сюда. Просто схитриво. Сейчас сделаю копию. Вот сюда, чтобы не мутиться. И с помощью идеи наделаю этих ноликов, чтобы уж хотя бы по высоте не воздвигаться. Так. Один. Один. Два. Ну и тогда, ребят, до 15. Пока я не сделаю до 15. А вас пока отключим. Так, ну а теперь давайте создадим линейку самую. С вашими уже полученными знаниями в шпаргалках это не составит, я думаю, никакого труда. То есть мы сейчас сделали квадратик. Вот такой. Теперь переходим и вот тут мы сделаем вот примерно так. Раз. Выделим. Отлично. Далее. Пойдем сюда. Возьмем наши. и выделим вот эти два, так, чтобы она захватилась задняя. И сделаем вот как она должна быть. Линеечка. Вот так. Отлично. Теперь просто-напросто мы ее продлим, выделив вот эти точки. Ну, примерно так. Так. Продлили. Ну и чтобы это не было так. Уберем понк. Берем понк. Ну а здесь очень просто все. то есть мы возьмем, зажмем shift, возьмем угол. Видим, чтобы уже получился. Вот эту. Вот эту. Поставим сюда. Здесь, скажем, три. И три тоже таких. В итоге мы получим. Можем два сделать. Вот так. В итоге получим кругленькую линеечку со скролинами. Да, вот так будет лучше. Один и три. Все отлично. Линейка готова. Ну, останется, что нам надо сделать дырку вот здесь. Так. Сейчас посмотрим. Можем ли мы обойтись без булевых операций. Ну, навряд ли. Во всяком случае, сейчас попробуем. Дырка обязательно нужна. Так. Давайте сделаем так. Так. Где находится эта дырка? В самом конце. Понятно. Если у нас это перед, то конец вот здесь. Так. Давайте возьмем цилиндрик. и подвинем вот сюда. Теперь примерно вот так. да. Сейчас посмотрим. Издалека. Нужно побольше сделать. 14. Хорошо. Так. А сейчас я хочу, чтобы фаска была. Я применю такой трюк. На мой взгляд, он должен сработать. так, во-первых, вот так. Во-вторых, я ее превращу сейчас вот так. 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 Воброматываемый. Так. И сделаю следующее. Так. Где у нас вот этот. Вот так. Так. И теперь можно будет выделить вот эти точки. И по идее, если мы их расширим, то получим нужную нам фаску. Правильно? то есть. Единственное, что я бы их чуть-чуть поднял. Вот так. Вот так. Так. Попробуем в всяком случае. Так. Вот так. И вот так. Кажись, сплошной эксперимент. Вот. Видите? Мы получили фаску. Отлично. И теперь вот это мы должны снять от этого. Так. Где булик? Булик. Вот он булик. Вот он цилиндр. Вот он кубик. Ну да. Так и получилось. Мне кажется. Не совсем. давайте попробуем превратить это в единый объект. Сейчас. Может тогда он сработает? Так. Где он тут? надо выделить сначала вот это и это. И сейчас я выращу в единый объект. Мне кажется, из-за этого происходит. Так. Может быть, это маловато здесь вполне похоже. Так. Цилиндр. Сейчас попробуем более... А, ну да. Всё-всё получилось, ребята. Всё. Вот. Троточка с этими асфасками. То, что нужно. То есть, можно вешать на гвоздик. Ну вот и всё. Осталось нанести текстуру, отрендерить и линейка готова. Следующее будем делать стирательную резинку. Пока.